Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 3 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 3 апреля 2020 года. Число зараженных коронавирусом в России выросло до 4149 человек, плюс 601 за сутки. Всего 281 человек выздоровел, 34 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 76 регионах. Большинство субъектов страны вело режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулить собаку, недалее 100 метров от дома. Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля и в обращении к нации заявил о невозможности переломить ситуацию с COVID-19 в Москве. Глава государства предоставил дополнительные полномочия главам регионов. Теперь они смогут определять набор мер для борьбы с эпидемией, определять границы территорий, где будут действовать ограничительные меры, а также вводить ограничения на передвижение жителей и транспортных средств. Власти Москвы временно отказались от идеи вводить пропускной режим для всех жителей города. По словам Сергея Собянина, к ней власти могут вернуться в случае ухудшения ситуации или роста числа нарушителей режима самоизоляции. Все ограничения в Москве продлены по меньшей мере до 1 мая. Для отслеживания тех, кто находится на карантине в Москве из-за болезни, власти будут использовать приложение социальный мониторинг, рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Если у пациента нет личного смартфона, а также если он не хочет устанавливать приложение на свой гаджет, то власти столицы будут выдавать другой аппарат на время карантина. В Чечне ввели комендантский час. Жителям запретили покидать дом и передвигаться по улицам с 8 вечера до 8 утра. Въезд в республику для жителей других регионов закрыт. Ситуация в других странах. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация изучает возможность отмены некоторых внутренних рейсов в зараженные коронавирусом части страны. Он также воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты из-за коронавируса. Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса. В стране пройдут три минуты молчания, в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны. Президент Филиппин Родриго Дутерти заявил, что полиции и вооруженные силы будут открывать огонь по организаторам беспорядков во время карантина. Глава национальной полиции Арчи Гамбоа, однако, объяснил, что органы правопорядка не будут расстреливать граждан, а слова президента просто предупреждение. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административные приостановления деятельности на срок до 90 суток. Для юрлицеа предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей.